Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения. Дебют автомобиля состоялся в онлайн-формате. В компании заявили, что это самый быстрый и спортивный седан в истории марки. Модель перебралась на новую платформу, лишилась атмосферных моторов, им на смену пришли турбодвигатели, а также получила необычную трехсекционную подушку безопасности. Acura TLX базируется на новой архитектуре с передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней многорычажкой. За доплату можно заказать адаптивные амортизаторы. По сравнению с предшественником, TLX подруглась в габаритах. Седан вытянулся в длину на 74 мм, до 4943 мм, стал шире на 54 мм, 1910 мм, высота составила 143 мм, а колесная база увеличена с 2776 мм до 2870 мм. Передняя и задняя колеи расширены на 30 и 41 мм. Кузов автомобиля стал жестче на 50%, а сам он на 56% состоит из алюминия и высокопрочной стали. Из него сделаны усилитель переднего бампера, капот, крылья спереди и крепление фронтальных амортизаторов. В передней и задней части кузова добавлены распорки. Рулевой механизм с переменным передаточным отношением, а тормоза с электромеханическим усилителем, который связан с педалью тормоза только проводом. Автомобиль получил иную пятиугольную решетку радиатора. Ее рисунок отличается в зависимости от исполнения. Светодиодную головную оптику, форма которой стала более узкой. Передний бампер с тремя воздухозаборниками. Для машин с четверкой будет доступен спортпакет AISPAC, в который входит затемненная светодиодная оптика, черные глянцевые внешние элементы, спойлер на крышке багажника и 19-дюймовые легкосплавные колеса цвета Shaq Grey. Для базового седана предусмотрены 18-дюймовые колеса. Салон у TLX полностью новый, однако ни цифровой приборной панели, ни даже сенсорного экрана модель не получила. Но аналоговая панель приборов дополнена 7-дюймовым экраном между циферблатами. А для управления медиасистемой с дисплеем диагональю 10,2 дюйма на центральном тоннеле установлен тачпад. Acura обещает клиентам дорогие отделочные материалы, дерево и высококачественную кожу. На центральной консоли теперь имеется беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Acura TLX стала первой серийной моделью с новой трехсекционной фронтальной подушкой безопасности для переднего пассажира. Ее особенность заключается в том, что она состоит из трех зон, соединенных между собой перемычками. При ДТП голова пассажира оказывается посередине, в то время как две боковые секции прикрывают ее с обеих сторон, удерживая в одном положении. Базовым будет турбомотор 2 литра от кроссовера Acura RDX, отдачей 276 л.с. и 380 Нм. Двигатель работает в паре с 10-ступенчатым автоматом. По умолчанию Acura TLX 2 литра будет переднеприводной, но за доплату предложат полный привод SH-AWD с двумя индивидуальными муфтами на задней оси. На вершине гаммы будет заряженная топ-версия Acura TLX Type-S, комплектуется новым трехлитровым турбомотором V6 с непосредственным впрыском. В компании пока не называют его мощность, однако, как ожидается, она будет на уровне 400 л.с. Двигатель сочетается с 10-ти диапазонным автоматом, а привод SH-AWD для Type-S входит в список базового оснащения. К базовым ездовым режимам Comfort, Normal и Sport добавлен Sport+. На передней оси установлены тормоза Brembo с четырехпоршневыми механизмами. А визуально Acura TLX Type-S можно отличить от базового седана по диффузору в заднем бампере, крупному спойлеру на крышке багажника, 20-дюймовым колесом и четырехствольной выпускной системе. Производство Acura TLX нового поколения налажено на заводе в Огайо. В автосалоны седаны завезут осенью 2020 года по цене около 35 тысяч долларов, но заряженная версия Type-S задержится до весны 2021 года. В России марка Acura не представлена с 2015 года, и о возвращении пока речи не идет. Субтитры создавал DimaTorzok